Ща будет интересно. Ну или не очень. В общем, как всегда. Я не то чтобы часто делаю видосы про горячие темы и скандалы, хотя они тут и там возникают в сообществе игроков, то какие-то события типа читеров, закрывших Day One, то сама студия Bungie попадает. Она вообще за лето неоднократно становилась центром внимания разных игровых СМИ. Недавно вот девушку уволили за то, что она на пилоне танцует, неправославно, видимо. Но в этот раз разгоревшаяся в сообществе дискуссия показалась мне интересной, и мне было бы любопытно рассказать о ней тем, кто не слышал, и узнать ваши мысли на этот счет, построить какой-то диалог в комментариях, тем более, что эта новость все же про игру, а не про людей, так что рассуждать нам будет как-то проще. Но все же, если такие разговорные истории про скандалы и интриги расследования вам интересны, ставьте лайк, чтобы я знал, что стоит не только про перки рассказывать, но и про новости. Мне самому было бы это интересно, но без вашего внимания я делать такой контент не буду, конечно. Итак, что произошло? Игрок Сальты Греппа, надеюсь правильно прочитал никнейм, из клана Элизиум, которые брали Day One и последних трех рейдов Destiny 2, написал в твиттере тред, посвященный нерфу лучевой винтовки Божественность. Нет-нет, ее никто не обещал нерфать, вы ничего не пропустили. Это исключительно рассуждение Сальта. На взгляд одного из самых скилловых ПВЕ игроков, Экзот из рейда Сад Спасения слишком много на себя берет. Ну, в смысле, что без него не обходится уже практически ни одна фаза урона по рейдовым боссам. И игроку из Элизиум это не нравится. По словам Сальта, он много думал о том, как можно изменить перки винтовки так, чтобы она не совсем ушла в утиль, сохранила какую-то самобытность, но при том, чтобы она не ощущалась обязательной в командах игроков, которые проходят любой рейд в Destiny 2. Что если бы Божественность продолжала создавать пузырь Крид Спота, но при этом давала дебаф 0%, перекрывающий любой другой дебаф? Так что, например, комбинация Божественность плюс Стрела Охотника не давала бы вообще никакого дебафа, пока активен пузырь от Божественности. Если вы решите использовать Божественность, вы одновременно пожертвуете уроном и потеряете способность дебафать цель, так что это станет безопасным вариантом, но при том будет сравнительно худшим вариантом, в отличие от того, что сможет делать более опытная команда. То есть, предложение в том, чтобы Божественность просто создавала большой Крид Спот для нанесения увеличенного урона и при том отрубала бы любой дебаф, тем самым ставила бы команды перед выбором стараться метко стрелять по движущимся или мелким Крид точкам боссов и комбинировать эту меткость с доп бафами и дебафами, или же просто дамажить дольше, но зато без необходимости слишком точно целиться. И место для рассуждений и дискуссии здесь. Окей, конечно очевидно, что 30% дебаф, который также создает пузырь, позволяющий легко вести огонь по любому боссу, это лучший из дебафов в игре. В первую очередь из-за своего удобства и совмещения двух функций в одной, грубо говоря. Единственный параметр, с помощью которого Экзот подвергается какой-то попытке в баланс, это то, что его использование требует отказаться от урона одного человека в команде. И как верно замечают в комьюнити, эта цена очень низкая и оно всё равно того стоит. Называя божественность лучшим дебафом, мы конечно можем объяснить ряд причин, по которым её нужно нерфать. Но мне кажется, что в таком случае мы не видим всей картины и того, что ослабление этого Экзота повлияет на всю игру и на игроков самого разного уровня. В случае нерфа, киберкотлеты типа тех же Элизиумов просто распылят божественность и не станут жертвовать дебафами ради удобства прицеливания. И потому Сальт так смело предлагает это изменение, потому что знает, что он и его команда никак не пострадают в игровом опыте от такого нерфа. Он напрямую пишет, что с этим изменением гонки первого дня на рейдах станут интересней и динамичней. Но как много игроков в них участвует? Как много игроков в состоянии пройти рейд в первые сутки? Или пройти рейд вообще в целом? Старые цифры о том, что лишь 30% игроков от всего сообщества проходили хоть один рейд в своей жизни, всё ещё выглядят правдиво, а может даже и сокращаются, прямо пропорционально тому, как увеличивается разрыв в аудитории игроков между опытными стражами и новичками, и казуалами. Так что если мы посмотрим на игроков ниже уровня Элизиумов, ниже уровня Редимов, ниже топовых кланов в каждом регионе, если мы посмотрим на тех игроков, которые собирают пачку на рейд на LFG форумах, мы поймём, что чем менее опытна команда, тем более обязательным будет использование божественности. Она им нужна по сразу нескольким причинам. Но с таким нерфом, который предлагался в трейде, у игроков просто никогда не будет возможности использовать дебаф, доступный дебаф, и при том комфортно наносить урон по боссу с высокоточного оружия типа линейных винтовок и снайперок, которые сейчас в мете. И дело не в том, что менее опытные игроки хуже целятся и стреляют. Дело в том, что они могут хуже знать особенности архитектуры этапов рейда, например. Угол, под которым текстура крит точки, окажется спрятан из-за нелепого бага или странного угла обзора. Не говоря уже о том, что у нас есть огромная доля игроков на геймпадах, которым всего-навсего не так уж просто вести последовательный огонь по небольшому криту какого-нибудь векса, из Идзанаги с гличом на перезарядку, переключением на хэви и пробросом плазменных гранат между этими всеми переключениями. Да, можно назвать, что Дивинити это такой ноу-брейн дебаф, один чел светит, другие дамажат. Но, камон, это игра. И предложение Сальто просто накажет игроков более низкого уровня скилла, чем он. Ну, а это буквально 90% аудитории игры. Ради чего? Снижение удобства игры для большей части сообщества в угоду очень ограниченной группы людей, которым просто скучно? И ведь у нас нет данных по статистике для таких рассуждений, мы не знаем, насколько популярна божественность в действительности среди игроков. Как много среди игроков среднего уровня и ниже вообще обладают этим экзотом? Он ведь не падает рандомно, где попало, он также рейдовый экзот, для которого нужно пройти квест, заинтересованный в этом команде. Я не поверю, что таких игроков подавляющее большинство. Я вводил людей на рейды несколько лет и наслушался достаточно истории о том, что новичкам не с кем сходить даже в самые простые рейды. Не говоря уже о саде спасения с квестом. Это же для душных игроков-ветеранов просто пытка. Многие правильно заметили, и я тут просто соглашусь и присоединись, что самым простым способом ослабить божественность, если уж такая необходимость вдруг есть и обсуждается, стало бы просто убрать дебаф из оружия и оставить только генерацию крит пузыря. Что если вы хотите получить и дебаф, и удобный спот для огня, вам нужно было бы придумывать ладаут из той же стрелой охотника или буксу убрать. Другая идея, которую я видел по-моему у Чеви, заключалась в том, что божественность можно переключить на два перка с разными режимами стрельбы. Один будет создавать пузырь, а второй режим дебафать. Таким образом, как раз каждая команда могла бы определиться, что конкретно им нужнее. Удобство стрельбы по цели, если босс какой-нибудь неудобный, или дебаф в 30%, если ни у кого не возникает проблем со стрельбой и хочется надамажить нормально. Ни в обиде ни те, ни другие. Ни те, кто берет дейван за дейваном, ни те, кто ходит в рейды пару раз в месяц. Как бы там ни было, я в принципе сам не разделяю этих рассуждений. Божественность это не то, что должно быть занерфано сейчас, и не то, над чем мне бы хотелось видеть какую-то работу студии. Банжи довольно часто нерфают интересные и удобные для использования экзоты. Нам что-то нравится, через неделю прилетает фикс. И этим очень часто игроков взлят. Но когда сами же игроки, особенно те, кто так сильно оторван от общей картины сообщества, привлекают внимание к своим идеям о том, чтобы занерфать еще что-то удобное в игре. Вот этого я не понимаю уже совсем-совсем. Destiny 2 не та игра, которая идет на поводу у спортивной аудитории. И ей это ни к чему. Есть контест мод, есть 24 часа, проявляйте себя как хотите на равных со всеми остальными. Другие уравнения уже, мне кажется, реально придумываются от скуки. Что думаете вы о божественности, обо всех этих рассуждениях? Пишите в комментариях. Ссылку на тред в твиттере я приложу в описании ролика. Правда, твиттер сейчас открывается только с VPN. Можете посмотреть ветку и поучаствовать в дискуссии, если хотите. Ну и еще раз, если такие разговорные видосы про разворачивающиеся в сообществе события или скандалы вам интересны, ставьте лайк и подписывайтесь на бусти, чтобы канал продолжал жить независимо от спонсорских интеграций. Спасибо за просмотр. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok